Откройте за ребенком. Эвакуированного ребенка со школы забрать. У детского сада номер 19 сегодня усиленный контроль. На входе много незнакомцев. Со всего Красноярска, бросив работу, сюда стягиваются родители за своими маленькими детьми. Несколько десятков ребятишек привели сюда во время эвакуации из соседней 143-й школы. Все, чтобы младшеклассники не мерзли на улице. У Любови Михайловны внучка сама позвонила бабушке и сказала, что в школе пожар и что нужно забрать ее поскорее. Сегодня просто она, внучка, позвонила, что у них серьезный пожар в школе. Все, они побежали в 19-й садик на второй этаж. Вышла там пожарка, тут пожарка, там пожарка. Все, все закрыто. А дыма не было. Однако то ли учитель не так пояснил ребенку, то ли девочка неправильно запомнила, но пожара в школе не было. Это были учения. По крайней мере, так сказали Эдуарду. Он уже второй день подряд забирает дочку-второклассницу. Мужчина говорит, что подобные эвакуации стали неприятной нормой. Такого не должно быть постоянно. Нельзя так. Дети, все зима, холодно и постоянная эвакуация. Дети, кто одел куртку, кто не одел. Если это серьезный какой-то случай, так же это не должно. Правильно, чтобы... Ну, а если действительно, что какое-то происшествие, мешкать нельзя. И в то же время и ребятишек без курток никуда не отправишь. Правильно? Вообще неудобно. Ну, а что, ребенок? Есть ребенок без этого как? Практика же показывает, что все-таки не все дети доходят до родительских рук. Во время первой волны минирований школы еще в декабре в соцсетях бурно обсуждали историю ученицы школы номер 63. Ребенка вывели из школы во время эвакуации, запретили заходить обратно и отправили домой без ключей. В итоге девочку нашли заплаканной в ближайшем супермаркете, куда она пришла погреться. После этого один из очевидцев привел девочку обратно в школу и попросил завуча отдать ее вещи. Еще одна странная история произошла 13 января в детском садике «Солнышко на правобережье». По словам мамы одного из малышей, которая пожелала остаться анонимной, вчера ее ребенка вывели на улицу. А женщине позвонили и поставили перед фактом делать, что хотите, но уходите с работы и забирайте ребенка. Просто написали то, что эвакуация. Представляете, ребенка, то есть на сон часе подрывают маленького. И вот это вот все быстро в спешке. Те, кто сам приехать за детьми не может, просят помощи у родственников, друзей, а некоторым и вовсе помогают незнакомцы. Так девушка Карина встретила на улице заплаканного восьмилетнего мальчика, который потерялся после эвакуации без ключей и телефона. Она спросила у ребенка класс и школу и поняла, что там же учатся дети ее знакомых и нашла контакт мамы. Он в слезах, у него слезки на морозе уже замерзли, лицо красное. Смотрю, что он сразу же без перчаточек. Пыталась показать, может, он перешел, он не переходит. Я выхожу из машины, включила аварийку, спрашиваю, он говорит, ты со школы? Он говорит, да. Я говорю, у вас эвакуация? Он говорит, да. И стоит очень растерянный, и глаза как бы бегают по улице. Понятно, что он в растерянности, он волнуется, переживает. Я вижу, что он замерз, потому что он не по теплому очень едет. Мама привезла его, он пошел в школу, она уехала, естественно, по работе. Когда он зашел в школу, в школе никого не было, возле школы никого не было, а в школе был мужчина, ему говорили, что это, скорее всего, учитель, я его не знаю. Тот сказал ему, эвакуация, иди домой. Сколько еще подобных историй произойдет, можно только догадываться. Подобные эвакуации в России происходят периодически волнами с 2017 года. Вот кадры из тех времен. Школы тогда не трогали, в оцеплении, мэрии, торговые центры. Вторая волна поразила народ в январе 2019-го. Тогда эвакуировали правительство края, школы и поликлиники. Окей, вот 2022-й. Эксперты подчеркивают, что хоть объекты и меняются из года в год, однако неизменным остается одно – неясно, наказали ли хоть кого-то за ложные сообщения о минировании. И были ли они ложными, при том, что ловить подобных преступников правоохранительные органы умеют. Есть ли посадки? Ну, приговоры, может быть, еще какие-то решения, задержания, как вы сказали. Я не нашел ни одного. То есть масса людей эвакуируется, масса минус 20 выходят на улицу, все бросают, бегут. Виновников я не увидел в сети. Возможно, это секретные дела, возможно, засекреченные. Вы попробуйте сейчас со своего e-mail отправить какое-нибудь сообщение, ну, вот, подобное, куда-нибудь, в учреждение. Я думаю, к вечеру у вас уже окно вынесут, потому что действительно работают хорошо, как показывает практика. Психологи советуют родителям после подобных событий больше общаться с ребенком, ведь для маленьких детей подобные события чреваты тревогой и большим стрессом. Однако главное, что могут сделать родители, это все-таки дать телефон детям и всегда быть с ними на связи. Дмитрий Швузин, Николай Чистяков, Новости ТВК.